здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале меня зовут наталья и в этом видео я буду делать брошь как и говорила не дает мне покоя ролик инессы водоносовой где они с анастасией делали брошь с пуговичкой посмотрела в своих запасах нашла еще одну пуговицу вот такую это форма цветочка посмотрите такая симпатичная пуговица но работать я с ней не буду почему потому что здесь никакой тайны и никакой интриги и фантазии для мастера маловато пуговица в принципе обозначают уже какая должна быть брошь я не хочу с ней работать показывала вам вот эту пуговичку она мне очень нравится пуговичка акриловая легкая вот с таким замечательным стразом страз имеет красивую огранку вот и сейчас покажу рисунок не ругайте меня ничего плохого я не хочу сделать вот такое я почему-то подумала что это пуговица должна взять весь акцент на себя работе и вот как зрачок глаза она у меня весь акцент возьмет на себя вот такую работу хочу сделать но это я думаю многие знают это хамса это амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами но как правило ладонь это симметрично все пальцы симметричные 3 вверху и 2 сбоку здесь его не дорисовала потому что рисунок это я рисовала сама от руки сделаю симметрию в общем хочу я сделать вот такую работу которая тоже в принципе для меня не свойственно как изначально были черепа черепа я потом полюбила я ли эти броши люблю возможно мне такая работа тоже понравится это не будет мастер-класс это будет мой эксперимент на камеру я не буду скорее всего даже озвучивать просто кому интересно смотрите не буду вырезать все мои мучения все вам покажу как есть единственное что я знаю я буду сейчас я здесь все подровняю вырежу и буду работать на черном толстом фетре хочу не полностью забивать рисунок моей работы у меня есть даже перья это вот такие перья возможно я их сюда применю хочу работать с кожей если меня натуральная кожа но натуральную кожу не хочу использовать использовать она мне достаточно толстая и сложно будет мне прокалывать ее иглой вот скорее всего буду работать с кожей что еще но не знаю не знаю я а вот я еще буду работать точно с филигранью у меня столько много всякой разной филиграни и я с ней не работала вот здесь вот я планирую какую-то красивую филигрань возможно у меня будут на пальчиках вот такие пластиковые шатуны очень красивые они под под ракушку под перламутр в общем девчонки как-то и несколько слов о том рисунке который я выбрала для вышивки своей броши этот рисунок форме открытой ладони с пятью пальчиками и причем этот рисунок не копирует настоящую анатомическую форму открытой ладони так как пальчики большой маленький совершенно симметричны то есть вообще вся эта ладонь симметричная и так общее название у таких изображений хамса вообще это амулет амулет с глаза есть еще два названия этого амулета мусульманское название это рука фатимы и внутри этой ладошки вышивается глаз который я сегодня буду делать и второе название это иудейская рука мириам внутри вышивается либо звезда давида либо буковка хе вот такое изображение более подробно об этом амулете я на своем канале останавливаться не буду если вам интересно пройдите в интернет наберите слово хамса и прочитайте всю информацию ну а я буду вышивать эту брошь единственное что сейчас добавлю это как носится этот амулет либо подвешивается он должен подвешиваться пальчиками вниз не так как я вышиваю пальчиками вверх мне просто так удобнее носят и подвешивают его в домах либо в других местах пальчиками вниз то есть вот таким образом дальше я буду делать декоративный элемент из кожзама называется он жмурка я беру рисунок ладони сверху вожу стекло дальше беру кусочек кожзама у меня нет тонкой натуральной кожи наношу клей распределяю его прикладываю клеевой стороной на стекло и начинаю вот так вот делать кожу то есть сожмуривать ее мять делать всякие волны рисунки помогать себе пинцетиком девочки это очень такой достаточно хороший декоративный элемент изделия могут выиграть с таким элементом и это не сложно все достаточно просто показ клей не высох мы формируем те завиточки которые бы хотели видеть и еще такой момент у меня рисунок ладони лежит под стеклом и я знаю до каких размеров мне можно сделать мою жмурку то есть кожу уменьшить дальше когда я рисунок полностью выложу то есть сожму кожу до того размера который мне нужен я немножечко этот кусочек под сушу на стекле затем уберу и будет у меня уже это жмурка досыхать на открытом воздухе почему потому что если полностью высушить высушить на стекле будет достаточно сложно ее снять но вот такая симпатичная жмурка у меня получилось дальше я ее просушила вырезала из него элемент который мне нужен будет и пришиваю сначала приклеиваю к ладони потом прибью ее вот такими маленькими бусинками но захотела я еще ее оттенить оттенять я буду серебристой акриловой краской вот так вот на стеклышки размажу возьму ватный диск обмакну его в краску немножечко уберу излишки этой краски с ватного диска и такими промокающими движениями чуть-чуть оттонирую эту жмурку такой эффект честно говоря мне очень нравится а дальше уже буду просто декорировать свою ладонь разными декоративными элементами с разовой цепочкой филигранью бусинками бисерами то есть здесь вообще уже выбирайте то что вам хочется то что вам нравится я дальше комментировать не буду потому что у каждого может быть свой декор я буду лично я буду использовать филигранью островую цепочку бусины капельки под жемчуг и бусинки с эффектом кошачьего глаза вот все что я буду использовать сейчас как раз пришиваю кошачий глаз и потом буду делать филигранью а когда полностью вышью свою брошь я к вам уже вернусь турист и к вам уже вдохнула а ну а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... с натуральной конечно жмурка получается достаточно симпатичная вообще честно говоря работа мне нравится задник у меня такой на двух заколках край я обшила американским заделочным швом маленькими пайетками кстати рекомендую поработайте с пайетками шов получается очень такой тоненький он не придает лишнего объема аккуратный и красивый это я не первый раз работаю с пайетками обделывая край броши смотрите нравится мне работа я рада что попалась на глаза мне эта пуговица я рада что в моей мысли в глаз и потом я передумала сделать просто глаз почему потому что подумал это недостаточно интересное выбрала вот такую ладонь ладонь амулет хмса прям зашел но это не первый мой амулет мне вообще нравится делать амулеты есть что-то такое у меня люблю я мистику люблю фильм ужасов вот такой у меня еще есть амулет тоже мне работа это очень моя нравится давалась она мне достаточно легко несложно и ну прям нравится вот такой у меня христианский наш знак вот такая и тоже с уже я работаю не первый раз есть у меня вот такого плана броши но на ютюбе их нет это мои самые самые первые шаги вышивки броши это летучая мышь брошь выполнена на коже и тоже стести с частичной расшивкой вот такой задник люблю я мистику ну все вроде все и так не первое а первое но точно не последняя буду работать в этом направлении буду работать с разными материалами с разной вышивкой это это как и череп как и ангел это моя форма броши и это мои броши мне они нравятся мне нравится над ними работать и я хочу дальше над ними работать в разных вариантах ну а вы если вам тоже понравилось ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк но мне очень будет важен ваш комментарий именно по работам вот такого плана мне интересно ваше мнение по таким работам ну а также я хочу сказать кто на меня не подписан подписывайтесь у меня для вас будет еще много нового интересного и экспериментирую я тоже на камеру возможно следующем эксперимент тоже мне понравится пока пока до встречи на моем канале а а Субтитры подогнал «Симон»